И вот почему. Там, в недрах завода управления или залах арбитражного суда, его родная стихия. Доктор юридических наук, профессор в вопросах хозяйственного права, себя, конечно же, чувствует как рыба в воде. А вот село, где, как в капле воды, все проблемы сконцентрированы, российские. Или армия, озлобленная и оболганная, ограбленная поросячьими затылками в генеральских мундирах. Что ему есть сказать солдатушкам, бравым ребятушкам? И мы поехали сначала в деревню, в Чесминский район. Но перед встречей с директорами акционерных обществ, так ныне именуют колхозы и совхозы бывшие, заехали на рудник Бускульский, где добывают высоко сортную глину для нужд ММК. И поселок, и рудник ныне территория Казахстана. И Софиулин все сделал для того, чтобы местные удельные князья не выкручивали руки россиянам. Летал в Алма-Ату. И там, кстати, его поняли быстрее. Я хотел вам от имени ветеранов, ну и от всего коллектива, я представитель Совета ветеранов, поблагодарить вас. Казахстану большое спасибо, что мы остались под крылышком комбината. Бесспорно, мы для этого все сделали. И в России. Тогда вопрос можно вам задать конкретный. Вот такие встречи с небольшими, маленькими коллективами, в общем-то, оторванными от цивилизации, от центров промышленных, индустриальных, областных, городских. Что они вам дают? Вы знаете, здесь, мне кажется, вот почему-то вот от общения с этими коллективами, они тут ближе к земле. Вы понимаете, вот в очень больших коллективах, где нагнетается масса человеческой, так скажем, масса человеческих страстей, там от них какой-то веет какой-то вот холодом и каким-то, я бы сказал, металлом. Вот те люди, которые ближе к земле, от них, когда поговоришь, как-то становится на душе теплее. Они лучше понимают. Вы понимаете, у них, хотя вот ситуация была, ой, какая подвешенная, я от них вот никогда ни от одного агрессивности или падения духом не видел. Все равно была надежда, все равно, так сказать, работали. И вот эти люди, я считаю, являются разносчиками тех добрых отношений везде. И на них будет держаться земля. Да, Россия была всегда сильно вот такими, своими, так скажем, провинциальными. Это люди не площадные, это люди не выйдут на митинги, это не люди, не экстремисты. У них какое-то вот из-за того, что они работают на этой земле, на этой природе, и в небольшом коллективе вот какая-то душевная теплота, которая должна быть свойственна всем, больше сохраняется. И как будто вот, когда я с ними говорю, она как-то мне передается, и передает мне уверенность в том, что есть еще люди, которые могут пойти за теми словами, и за теми делами, которые я делаю и пытаюсь делать дальше. То есть они вас подпитывают энергией, прежде всего душевной? Бесспорно, душевной энергией, энергией доброты, я бы сказал, вы понимаете. Один добрый взгляд человека, который вот здесь только проработал, или знает эту землю как свои пять пальцев, эту глину перещупал, наверное, там, измеряется там тысячами, десятками тысяч тонн, и сохранил это при этом, это очень важно. Встреча с руководством Чесминского района началась с того, что, как обычно, селяне высказали претензии городским жителям, и, как всегда, досталось злосчастному Сникерсу, но не только ему. Вот такие разговоры идут, что все-таки в Магнитогорске на складах лежит где-то 400 тонн, может быть больше, может меньше, именно масла, ну, то, чернобыльского, там, украинского, то есть любого масла, привезенного с теми же, допустим, там, радионуклеидами, там, или вредными веществами, и в то же время мы свое, вот, свое масло, самое чистое в области, не можем реализовать. Да, действительно, дважды завозили мясо с радионуклеидами, но их не сразу пускали, а в переместку с тем, которые мы закроем вокруг, поэтому снизали, но тем не менее. Такой факт был, и был даже запрет соответствующей карантинной инспекции, и сейчас у нас специально создано, вы знаете, решение мемберальной дирекции, своя санитарно-ветеринарная эпидемиологическая служба, которая может осуществлять достаточно хорошую проверку. Прекрасно, что вы понимаете, что мы сейчас идем к гибели. Идем к гибели. Мы понимаем, что колхозы, совхозы должны уничтожиться. Уничтожиться. Создаем акционеры общества, но эти акционеры общества тоже существовать уже не могут. Столько долгов. То, что в долгах, я считаю, что как в нормальных странах, когда убыточное хозяйство, надо установить там срок, пять лет выходить из убыточки, ни одного налога не платить. Я не знаю, я не считаю, что налоги, которые платят селоны, делают по году. Надо отменить налоги. Вы понимаете, честно говоря, пощенок-то там, зампредседателя комитета. Вы понимаете, вот вы думу воспринимаете как разнообразие разных людей. Я их воспринимаю как одну. Когда они голосуют за две вещи, когда... Вот они голосуют за бюджет, они одинаковые. Потому что они делят туда-сюда, они так поделят все единонадушные. Когда голосуют за налоги, которые грабительские, они голосуют тоже. Нет расхождения. Когда голосуют за свои привилегии, тоже... А у них вопрос только по политическим вопросам. Когда как раз вопрос существа. Куда деть деньги и сколько с кого брать, они все делают. За какую партию вы бы голосовали здесь? Ну, понимаете, я могу сказать. Мне 90% всех партий, всех этих прочих и так далее, и тому подобное... Мне больше всех, так сказать, импонируют две партии, которых... Вот там некрайняя часть. Это демократическая партия России, где был там Травкин и прочие, которые понимали и село, и город. И вот это... Вот я могу сказать, где глаз, где-то наш большой экономист. Партия Народной Совести. И партия Народной Совести, и партия Самоуправления, потому что я их знаю лично, они мои друзья. В хорошем смысле... Вот эти... Я считал, что демократическая партия России, партия Народной Совести, аграрная партия, конечно, должны соединиться и решить правила. Эта встреча с сельскими руководителями была первой из разряда знакомства с кандидатами. Уже потом в ЧИСМУ приезжали и другие претенденты на депутатский мандат. Но на этой встрече мы были свидетелями того, как руководство района обещало оказать поддержку именно Денусу Наримановичу Софиулину. Одним из первых армейских коллективов Софиулиным был выбран для встречи автомобильный учебный полк в Магнитогорске. Передо мной ставилось четыре задачи. Первая задача – сохранить комбинат, основные фонды. Вторая – сохранить землю, которая занимает комбинат. Третья – сохранить финансы комбината, то есть наши оборотные средства, как мы называем. И четвертая – сохранить акции комбината. Все четыре задачи, которые были поставлены, они выполнены. На этой встрече с солдатами и офицерами автомобильного полка нам показалась интересной мысль доктора юридических наук о привлечении военно-полевых судов для решения задач по борьбе с организованной преступностью. Это исключительное явление. Их надо вводить не на всю жизнь, а пока вот этот террор преступности. Мы сейчас имеем не просто с преступностью, как с обычным явлением, которое находится в каких-то обычных рамках. Там 3-5%. Мы имеем преступность, когда оно уже вышло из подвалов, вышло из, так скажем, этих малин, хас. Вы понимаете, уже преступные группировки прямо демонстрируют, открыто демонстрируют силы. И при такой ситуации возможен именно только путем террора, прямого противопоставления, а не только путем оперативно-разысленных действий там, это, так сказать, искать. Это тоже нужно. Но нужен именно террор. Именно нужно, так сказать, это в известной мере, это может быть в некоторых городах, где преступность такая, ввести и чрезвычайное положение, комендантский час, чтобы отлавливать эти бандитские группировки. То есть сила силу ломит, так? Да, только сила силу ломит. Понятно. Любое государство должно правильно осознавать, и народ, что армия – это та структура. Если не будет армии, не будет государства. Поэтому даже, наверное, и в Думе все депутаты, которые сегодня работают, которые придут в Думу, даже на первое место поставить, что нужно государству обеспеченная, подготовленная, сильная армия. Продолжение следует...